Хоба! Всем привет! С вами доктор Влад. И напоминаю, что сайты у меня пока лежат. Вот, к сожалению, так я с этими своими хостерами и не разобрался. Но я сейчас ушел к другому, проплатил, уже перекачали. Вот сейчас в процессе, как говорится, запуска я нахожусь. Может быть, сегодня запустим. Так, спасибо всем, кто обратил на это внимание, подсказал мне, что меня не видно. Ну и вот мне вчера тут задавали вопросов одна девушка. У нее тут какой-то то ли цветочек, то ли тараканчик на аватарке. Вот, значит, ну я не знаю, подряд, тут не подряд, но все будут по очереди читать и все. Значит, первый вопрос. Как вам кажется, сами американцы рады, что к ним приезжают новые люди или уже негативно смотрят на новичков? Ну я живу в штате Ленойс, тут новичков, наверное, едва ли не больше, чем вообще, как говорится, старых американцев, если так можно выразиться, да. Например, здесь вот поляков вообще где-то, ну не знаю, около миллиона, наверное. Вот, литовцев тоже страшное количество. Ну это такой у нас штат интернациональный. Так что всем, насколько я вижу, глубоко искренне плевать, что новое лицо появилось или нет. Вот, негативно. Но, если приходишь ты в офис, допустим, куда-то работать в американский, если у тебя плохо с языком, ну конечно тебя косятся, мол, как ты вообще работаешь. А если с языком нормально, ну, да ради бога продвигайся. Ну, в общем, конечно, косые взгляды будут везде, но это не обязательно касается, в частности, русских или вообще кого-нибудь там, иностранцев. Да все там иностранцы. Вот, мне один там, ну правда не с Америки, а с Канады, еще давным-давно писал, говорит, у нас начальник отдела китаец. Вот, там, говорит, кого только нет у нас и поляки, вот, и немцы, и, в общем, никому никакого дела нет. Второй вопрос. В США стабильно с работой и с возможностью получить новую профессию? Ну, проблемы, конечно, есть. Существуют биржи труда, вот, ну, возможность получить профессию, да иди учись, Господи. Все учатся, особенно, особенно учатся иммигранты именно. Вот зайди в любой колледж, допустим, да, там сплошные китайцы. Ну, не китайцы, там, я хочу сказать, белых-то мало. Вот, желтые, черные, темненькие, кого угодно, только очень много, действительно, азиатов или латиноамериканцев, очень много. Ну, пожалуйста, ну, насчет работы, ну, ищи работу. Никто тебе на блюдечке не преподнесет, а, с другой стороны, если ты в бюро по трудоустройству обратишься, ну, помогут там, конечно. Там, по-моему, первое, что ли, им отдаешь, сразу не платишь, а первое, первую зарплату отдаешь там частично. Решут в этом роде. Я не знаю, я никогда так не трудоустраивался, у меня другое дело. Расскажите, пожалуйста, про кредитную систему и кредитное обучение. Ну, вообще себе, да. Зачем, говорит, вы купили рояль? Да ничего, вечером подойдет сосед, покажет, как это делается. Ну, вот то же самое. Ну, берется кредит, ну, как можно рассказать про кредитную систему? Ну, берется, если тебе нужен кредит, если у тебя денег своих нет, идешь в банк и просишь кредит. Вот, они тебе, называется это, кредит обучение называется лон, и ты его выплачиваешь только после того, как ты проучился и стал работать. Вот, когда у тебя деньги появились живые, то тогда, значит, это начинаешь выплачивать. Ну, очень многие, допустим, ну, во многих колледжах, во всяком случае, которые я знаю, или тем более в университетах, можно подрабатывать прямо там, где-нибудь на ресепшн, там, или что-то в этом роде. Это тоже деньги. Иногда могут даже разрешить где-то еще, там, много студентов работает в кафе, например, да, ну, безалкогольных, естественно, потому что студенты люди молодые, часто, часто, бывает, и 70, и 80 идут учиться здесь. Кто меня спрашивал, нет здесь ограничений по возрасту? Я имею в виду свыше какого-то, там, ну, сколько угодно, 90 лет. Так, ну, вот так, коротенько, да. Дальше, вот сейчас я смотрю опять этот жучок. Как решаются споры между соседями в США? Очень просто, идешь в магазин, покупаешь кольт, бах-бах-бах-бах, и все. Так в кино показывают, да. Не знаю, мы не спорили с соседями. Один раз мы хотели дерево посадить на границе участка, спросили, можно посадим дерево, да, ну, мы посадим у себя, а ветками, значит, оно будет вам там загораживать. Да, ради бога, посажайте, вообще без проблем. Ну, а так, я не знаю, у нас не было никаких споров. А что спорить-то? Ну, живем и живем. Социальный статус и район. Правда ли, что человек, который растет в карьере и переезжает в богатый район, уже не сможет вернуться в более бедный и наоборот? Да не, ну, если денег не хватает платить за богатый район, ну, конечно, съезжаешь назад. Или наоборот, если ты хорошо зарабатываешь, но живешь в таком более дешевом районе, вот, ну, если деньги есть, чего же не купить в богатом районе квартиру? Да, ради бога, это. И наоборот, и хоть как, хоть так, это без разницы. Есть и некие правила, как стричь газон, как красить дом и другое. Ха-ха, вот у меня тоже такие вопросы были. Ну, я просто смотрю, как люди делают. Надо стричь, чтобы было красиво. Главное, что вовремя, да? И обычно мы так, вот один начал стричь, мы смотрим, ага, я постриг там, дыр-дыр-дыр-дыр, и все мужики сразу, ну, мужики в основном стричь, надо женщины, это не так сложно. Вот, и стрижем, чтобы все везде было красиво. Вот так, ну, стричь по-разному, иногда полосками, да, я вот люблю кругами. Все равно след остается, и так вот, если присмотреться, то красиво получается кругами. Кто-то вот так по диагонали стрижет, да, ну, это кому, кто как хочет, то так и стрижет. Вот, красить дом, ну, как, ну, я не знаю, ну, мало тут кто сам-то красит дом. Вот, если уж ты дом купил, ну, наверное, найдется у тебя на маляровках. Хотя у меня жена что-то дверь пыталась красить, ну, вроде так, в белую краску, вроде покрасила. Вот, правил никаких нет, ну, чтобы радовал глаз, вот и все, особых каких правил. Ну, не знаю, ну, нельзя красить дом в полосатый цвет, допустим, здесь никто этого не делает. Ну, вот, я не знаю, что есть вот именно, что правила какие-то. Есть правила, например, в мусор, да, вот, значит, гарбич есть, есть мусорка, да, ну, в мусор вот все пищевые отходы, она большая, ну, вообще все практически. А вот в гарбич, там есть регламент, там бумагу не просто какую-то, а, ну, более-менее хорошую, там, письма, да, или какие-то старые листочки. Допустим, вот, упаковки, да, ну, вот, купил ты какой-то гаджет, наушники, да, вот, упаковка такая картонка и сверху пластиком, да. Вот, пластик в мусорку, потому что он не идет никак. Ну, там есть правила особые, но их можно почитать один раз и запомнить. Так, значит, что еще? Расскажите, пожалуйста, про американскую литературу. О, это тоже на вроде рояле, да? А, что вы читаете? Я одно время интересовался, вот, какие книжки вообще, вот, ну, как бы сказать, с детства американцы читают. В школе там проходят, там, и так далее. Ну, есть такие книжки, но вот я что-то до них никак не доберусь. Например, там, вот, Убить пересмешника, да, вот, или Великий Гэтсби, это тоже, это такие вот, как говорится, ну, стандартные такие книги, которые проходят в школе обязательно. Шекспиры проходят, ну, вот, пытаюсь, я хочу уже на английском читать, понимаете, но пока что еще там сложно, особенно у Шекспира, сложно. Вот, а с другой стороны, вот тут дальше, какие передачи фильмов смотрите, да? Фильм, вот, я несколько раз, есть такой фильм, он считается лучшим совершенно, Citizen Kane, или Гражданин Кейн. Я его раз пять начинал, пробовал, никак, 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 потом все-таки вот дотерпел, да? Досмотрел его и остался очень доволен. Прекрасный фильм, вот, это Citizen Kane. Вот, посмотрите, он такой немножко странный, вот, ну, фильм хороший. Вот, так, какие передачи, передачи я никакие не смотрю. Вот, когда кушаю, включаю, что есть, да? Вот, а так, специально нет, я телевизор не люблю, я еще с Саратова его не любил. Вот, правда ли, что американцы любят кино и разные ситкум? Кто их не любит-то? Шоу, сериал? Да, конечно, смотрят, еще как смотрят. Это так. Вот, я буду вам очень признателен, расскажете, подсудебную систему США. О, я буду очень признателен тому, кто мне это расскажет, потому что это такая сложная система. Вот, я просто могу сказать, что в России, например, да, там как, вот, уголовный кодекс, там, гражданский кодекс, жилищный кодекс. Здесь в Америке ничего подобного нет. Тут опираются на прецеденты. Вот, например, кто-то там, я не знаю, ну, жестокое обращение животным, там, пострик кошку подо льва, да? Вот, и, значит, ага, смотрят, когда это было. Вот, в 1875 году какой-то гражданин в штате или иной пострик вот так кошку, им было такое наказание. Вот, как-то так, понимаете? Это очень сложно. Судебно-юридическая система – это, ну, тьма таракань. Я знаю, что в каждом штате есть свои законы. Ну, правильно, да, конечно. Гражданин, у которого были проблемы с выпивкой, это привело к суду, может в виде наказания выполнять городские общественные работы, и он обязательно проходит курс реабилитации с психологом. Тут вопросительного знака нет. Ну, правильно, да, и законы есть, и есть общественно полезные работы. Это все есть, конечно. Если вам не трудно, пожалуйста, расскажите про психологов, психоаналитиков США. Это модно, востребовано. Сам я не обращался, но это исключительно модно, исключительно востребовано. Именно не психиатры, а вот психологи, психоаналитики. Вот, да, это действительно так. Это люди приходят, ложатся на кушетку, выкладывают свои мысли, какие-то соображения, уходят, им легче становится. Да, это и есть. Как вы считаете, есть ли шанс работать русскому человеку психологом в США? Да, сколько угодно русских. Конечно, к русским обычно и ходят, русские-то. Потому что американцу столько не расскажешь, а своему были бы свободные уши, да. Поговорить с кем-то надо. Вот, идешь. Ну, там денег стоит, конечно. Существуют ли в США курсы для вновь прибывших, которые помогают человеку понять, как вести себя и куда обращаться в разных ситуациях? Ну, вот я тут ответил, что... А что я тут ответил? А вот сейчас я посмотрю, что тут... Так, так, так. Не знаю я про такие курсы. Я знаю, что помогают вообще. Вот евреи хорошо помогают. Евреи есть община здесь, мама родная. И вообще религиозная община хорошо помогает. Иди в церковь, говори с людьми. Здесь церковь. Это не только молиться. Это как бы клуб по интересам. Вот что-то в этом роде, да. Ну, а так вот для русских, куда обращаться в разных ситуациях? Ради бога, есть консультации юристов. Вот этих юристов в желтых страницах сколько угодно. Причем начинающие первое собеседование проводят бесплатно. Вот. А вообще юристы хорошо зарабатывают. Несколько сот долларов в час. Вот. И можно задавать вопросы. Часто юристы для рекламы выступают по русскому радио. Ну, не то что сейчас, постоянно вообще. У меня жена всегда слушает. Она уху подкована вообще вот этой юриспруденцией. Вот она просто слушает, что спрашивают. Спрашивают и мотает себе на ус. Я вот никогда не забуду. Один позвонил, спросил. У меня тут кролики обгрызли все мои деревья. Могу ли я поставить капкан? Ответ был такой. Хотите в тюрьму, ставьте капкан. Потому что если вы этого кролика поймаете, не дай бог ему что-то такое сломаете. Вот. Так, ну, это все жестокое обращение с животными. Они вообще нагрели, кстати. Мишка на них прям уже даже не смотрит. Аж пена идет. Полно кроликов в этом году. Как вы считаете, так, разная ситуация. Это было, это было. Так, так, Владимир Витальевич. Так, так, так. Шоу Мор. Сейчас посмотрим, было ли там еще что-то Мор. Ага. Правда ли? Очень интересно узнать про праздники и убранство к этим праздникам. Правда ли, что часто есть конкурсы между соседями на лучшее украшение дома, к Новому году, лучший сад. Соседи вам об этом никогда не признаются в этом. Ну, вот, ну, конечно, один так, другой посмотрел, тоже так, значит, у лампочки над гаражом, там, елку оформил как-то и так далее. В общем, вот, что-то в этом роде. Лучший сад. Ну, конечно, я высадил помидоры, все сразу стали высаживать. Только они их не едят. Они дождутся, пока они совсем зимой там это испортятся и все. А зачем? Помидоры дешево в магазине стоят, там на каждой помидорке наклейка. А ты же не будешь на свои помидоры наклеить и делать. Хороший тон в США и этикет. Что это? Это зависит от штата. Да ну, не знаю. А, Ридмор еще, да? Хороший тон в США и этикет. Да бог узнает. Ну, наверное, существует. Ну, скорее, тут вот есть какие-то запреты. Вот. А так, ну, веди себя. Ну, не мешай. Живи сам, не мешай другим. Это, ну, мне кажется, это не зависит от штата. Ну, хотя я не знаю. Сложный вопрос. Этикет. Ну, как в России тоже, наверное. Например, вот в Краснодаре все, когда встречаются, они лезут целоваться, да? Вот. На севере такого нет, что-то. С какими заболеваниями точно нельзя ехать в США? Ой, вот это я не знаю, с какими заболеваниями. Дело в том, что если едешь в США, то проходишь медкомиссию. Вот, например, вы невеста, да? Собираетесь по брачной визе ехать туда, да? Там медкомиссия. Вообще я не проходил такой. Я не знаю. Я не ездил по брачной визе. Но это надо посмотреть на сайте. Есть ли какие-то ограничения? Не знаю. Не могу сказать. У каких людей, на ваш взгляд, точно не получится адаптироваться в США? Возраст, характер, интеллект, здоровье, социальный статус? Да, ну, не знаю. Вот те, которые не сумели адаптироваться, в общем-то, они довольно-таки разные люди. Ну, очень трудно адаптироваться тем, кто привык воровать. Если он здесь это продолжит, его или посадят, или дадут обратный билет, и все. Нет, это сложный вопрос. Я не проводил таких исследований социологических. Дальше. Для американцев есть люди другого сорта, чего или кого они не любят, прямо не выносят? Как можно описать американца одним предложением? Другого сорта? Да ну, я не знаю другого сорта. Ну, конечно, есть черные. Между белыми и черными всегда были какие-то вот такие немножко отношения. Да, это испокон веков, как говорится. Вот. Ну, опять же, все люди разные. Кто-то на это спокойно смотрит, да? А кто-то, значит, идет там в Куклук-Склан какой-нибудь, я не знаю, сейчас он существует или нет. Вот. Ну, сейчас, конечно, мягче все это. Ну, взять то, что хотя бы, чтобы был черный президент первый, это игра и трое. Нет, это сложный вопрос. И это сложный вопрос. Нет. В общем, для американцев не существует. Да, ну, все другого сорта. Вот в чем дело. Все, бог знает, откуда приехали. Одним предложением американца, ну, я не знаю. Нет. Одним, одним предложением. Ну, не знаю, банальность может быть. Но американцы во многом как дети. Они доверчивы довольно-таки. Вот. И, в общем-то, нет, это сложно. Одним предложением. Ну, про русских просто. Одним словом, воруют. Да, этот Салтыков Щедрин, по-моему, сказал. А про американцев одним предложением. Я просто не возьмусь. Ну, наверное, кто-то может. Я не возьмусь. В чем секрет США, на ваш взгляд? Как такое молодое государство сумело заявить о себе всему миру и создать собильную жизнь для своих граждан и стартовую площадку для талантливых и сильных людей? Ну, посмотрите. Вот я рассказываю. Я тоже удивлялся в первое время. Вроде те же люди, да. Ну, это вот изначально, понимаете. Изначально сюда собирались те люди, которые столкнулись с тяжелыми условиями, да, с индейцами и так далее. Вот. Они... Причем люди хваткие такие. Это же не просто так через океан, не на самолете, а на утром суденышке сюда переплыть, вот. И что-то здесь организовывать с нуля действительно, да, там какой-то шалаш строить и так далее. Но вот потомки таких крепких людей, вот. Они, в общем-то, наверное, тоже сохранили в себе вот эту жилку. Ну, вот даже посмотреть, кто сюда приезжает, вот русские, да. Ну, многие, ну, не знаю. Ну, я про себя могу сказать. Я тоже, я всегда интересовался. Я никогда не был безразличным, понимаете. Я старался быть не только врачом, допустим. Но я... У меня много хобби. Я чем-то интересовался. Я вот здесь не пропал, потому что я много чего знаю. И на первых порах я рассказывал, что я там пельмени репил, компьютер ремонтировал и так далее. Вот. Вот. То есть люди, которые, так сказать, не сонные мухи. Вот в чем дело. Ну, и, наверное, вот поэтому государство состоит из таких людей, которые плюс ко всему уважают законы, потому что это наша страна. Вот. Мы уважаем ее законы. Мы сами их создавали. Вот. Наверное, поэтому так вот стабильная жизнь-то у нас и идет. У вас получается дружить с американцами? Есть ли разница между дружбой в России и США? Да не знаю. У меня вообще друзей нет, честно говоря. Я... 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 Такой какой-то одинокий. Вот. И поэтому у меня ни в России друзей нет, ни здесь нет. Я... У меня есть дистанция, я к себе не подпускаю близко. Ой. Ну, все, наверное. Задавайте еще вопросы, я отвечу. До свидания. С вами был доктор Влад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...